Для меня было открытием, что очень многие люди, каких-то простых шаблонов, не понимают, то ли это все как-то давлением из прессы, из телевизора. В принципе, наша академическая единица называется так – «Эко-нефть, глобальная энергия и ресурсы для материала будущего». Мы создаем из-за того, что существуют глобальные вызовы. Какие глобальные вызовы существуют в этой области сегодня? Во-первых, рост мирового потребления энергии. То есть идет рост, неуклонный рост, скажем, я могу сказать точно. С 40-му году по всем, я смотрел, все разные варианты оценки, потребление энергии увеличится на 20-30%. Это очевидно совершенно. Второе, глобальный вызов – это потепление. Глобальное потепление обусловлено увеличением выбросов парниковых газов. Третье – это ухудшение экологической обстановки за счет того, что сжигаем мы природное програничное топливо с соком снижением углерода. Причем это не просто газ, а грязный углерод с примесями, с металлами, с серой, с кислотными дождями и всякие такие глупости. И, конечно, самое главное сегодня, то, что сегодня мы имеем, это снижение цены на углеводороды на береговом рынке. Вот если сегодня посмотреть литературу и в этой области разобраться, то совершенно очевидно можно увидеть, что в ближайшие 50 лет, как минимум, в мире нет альтернативы природному топливу. Сейчас я попробую это доказать вам. Это несложно сделать, на самом деле. И второй тезис форсайта, глобального форсайта сегодня – это то, что на Земле существуют практически безграничные нетрадиционные запасы углеводородов. Их много, супермного на самом деле. Их нам хватит, чтобы успеть создать и развить альтернативные источники энергии. И вот еще один взгляд такой, что самые-самые оптимистические оценки говорят, что к 1940 году доля возобновляемых источников составит не более 24%, а остальные 76% – это газ, уголь. Причем, опять-таки, их будет больше и больше требоваться. Вот я еще привык такую фразу, что энергия, с одной стороны, энергия противоречит получается, с другой стороны, энергии требуется больше и больше, а с другой стороны, мы хотим, чтобы меньше и меньше углерода выбрасывали мы в атмосферу, потому что глобальное потепление. И вот прошедшая в декабре прошлого года конференция, значит, Организация Объединенных Наций по изменению климата, было принято решение такое, что надо приложить все усилия, чтобы повышение температуры не превысило 2 градуса. Потому что к чему это приводит, люди просто вот как бы не представляют. Сегодня, если повышение уровня океана на 1,5-2 метра, это значит, Лондон, Нью-Йорк, северная Европа, западная Сибирь, Петербург, острова, они все окажутся под водой, по сути, да? Это огромная, это колоссальная социальная проблема, она происходит достаточно быстро, даже вот в масштабе жизни человека, это все может случиться. Поэтому это надо учитывать сегодня, да? Вот другой такой тезис я хочу тоже привести. Вот примерно в 1908 году было объявлено, что эра угля закончилась. Закончилась эра угля, да? Недавно мы слышали, что вот эра нефти закончилась, да? Кончилась нефть, все закончилось, скажем, да? Вот сегодня в общей мировой доле, вот я покажу сейчас вот эту картинку, в общей мировой доле энергии уголь 30% занимает, 30% угля. Вот. Причем это Китай, Индия, Соединенные Штаты, и у них же колоссальные выбросы углекислого газа из-за этого, потому что КПД, значит, сжигание угля, вот оно очень низкое, и потом очень грязное это, значит, топливо, колоссальное грязное топливо. Посмотрите, на этой картинке видно, что возобновляемые источники 1,9%. Вот. Вы можете себе представить, что в 1940 году это стало там 24%, я не знаю, как это представить, тем более, что очень многие, я не агитирую, просто я реальность, вот я анализировал эти данные, я брал отчеты многих там, значит, в течение нескольких у нас группой, которая занимается этим прогнозами, форсайтами, и вот в нашей программе, в САЕ, тоже есть такая, значит, задача создания такого, такой группы форсайта, значит, ежегодный будет форсайт на основе, значит, сетевого сотрудничества со многими мировыми центрами, значит, которые занимаются в этой области. Потому что это важно очень понять и человечеству показать, что, господа, на самом деле не так близко эра возобновляемых источников энергии, и поэтому нам нужно улучшать это органическое топливо. Вот задача такая стоит, да? Вот возьмем США. В США прочие виды энергии 6%, из них солнечная энергия и ветровая – это 0,2%. То есть это вот реальность, которая сегодня существует, да? Какие тенденции вот на фоне этих вот глобальных вызовов существуют сегодня? Извините, я долго рассказывал, потому что это очень важно. Это вот, знаете, это важно понять людям, потому что те по телевизору все время говорят, альтернативные источники, зеленая энергия там, да? На самом деле это не совсем правда. Правда она вот в цифрах. Во-первых, глобальная потребность в энергосберегающих, экологичных, экономичных, 3Э, технологиях мы говорим, добычи, транспортировки, переработки, генерации электроэнергии, создания новых материалов. Огромная конкуренция возникает сегодня на рынке энергии. За счет того, что нефть дешевеет, замена, значит, уголь и нефть начинают конкурировать. Вчера уголь был дешевле намного, сегодня нефть уже приближается к цене угля, естественно, замена угля будет происходить. То есть потребление нефти будет неуклонно возрастать. Это приведет снова к возрастанию стоимости нефти и так далее, и так далее. Но эти вот колебания двигаются. Поэтому вот сегодня коллеги спрашивали, говорят, а можно предсказать? Можно предсказать, когда будет нефть, сколько стоит, да? В принципе, это возможно. Это несложно, на самом деле. И когда мы заменим уголь и жидкие топливные на природный газ, скажем, да, то, естественно, выбросы СО2 уменьшатся и то такое. И еще одна такая вот тенденция в глобальном рынке – это расширение круга нейтрализационных запасов. Сегодня мы знаем нефть, уголь, да, там сланцы какие-то, да. На самом деле углеводородов колоссальное количество, самое разнообразное, значит, углеводородов. Вот это, например, газогидраты. Вот я такую картинку показывал, всем уже много показывал такую картинку. Вот на этой картине изображено, какие же существуют источники. Вот газы есть в угленностных отложениях, вот справа. Потом традиционные ресурсы нефти. Вот по осям отложены 10-2, 10-3, 10-4, 10-5 миллиардов тонн нефтяного эквивалента. А вот слева, голубое такое, да, это газогидраты. Это рассеянный метан в форме клатратов, вот таких вот структур, таких твердых, да, в донных отложениях шельфа. Вот запасов 10-5 миллиардов тонн нефтяного эквивалента, да. Вот я такую цифру всегда привожу, такую фразу, что Япония сегодня обладает запасами метана больше, чем все известные сегодня разведанные запасы газа в мире. Японцы в этом смысле долго продвинулись достаточно хорошо. У них в 2018 году начнется опытная промышленная добыча, значит, примерно 20-30 тысяч кубов в сутки они будут добывать. Вот еще одну такую картинку покажу, чтобы понять, как формируется цена на нефть, да, и как, и что мы вообще в этой ситуации должны делать. Вот смотрите, здесь, значит, отложено внизу, значит, миллиарды баррелей. Тысячу миллиардов, два, три, две, что такое миллиард, значит, тысячу миллиардов баррелей? Это примерно нефти на 25-30 лет. Вот каждый вот кубик примерно 25-30 лет, большой кубик вот слева, да. То есть вот уже добытые залежи. Вот ОПЕК сколько имеет, вот традиционная нефть. А вот по вертикальной оси отложено, сколько стоит добыча этой нефти примерно. То есть вот традиционная, прочная, проще традиционная нефть, это вот начиная от 10 долларов до 70 долларов стоит добыча ее. И вот дальше, значит, методы увеличения нефтеотдачи, вот арктическая нефть. Видите, какая узкая полоска арктической нефти сегодня разведанной? Насколько ее хватит, да? Нефть низкопроницаемых, тяжелая нефть, видите, сколько сверхглубокая нефть, вот как в том числе и в океане тоже, сланец, значит, газ в нефть, уголь в нефть. То есть вот уровень стоимости. Что нам нужно сделать вообще-то? Нам нужно вот эту вот нефть взять и снизить себе стоимость. Тогда мы получим дешевую нефть, хорошую нефть. То есть сегодня все над этим работают. Если не мы, то кто-то другой это сделает, да? То есть это задача, которую мы сегодня должны делать. Поэтому вот обобщая вот все эти вот глобальные вызовы и задачи, куда мы должны, в принципе, двигаться вот на основе анализа вот этих глобальных вызовов, это какова цель создания? Это генерация и концентрация и глобальное распространение компетенции в области вот этих вот технологий. Разведки, добычи, переработки нетрадиционных запасов углеводородов. Я, когда говорю нетрадиционных запасов, я говорю и тяжелую нефть, и также и газогидраты. Газогидраты – это такой вот стратегический уровень, скажем, 20-30 лет. Через 20-30 лет, наверное, будут разработаны технологии. Мы хотим в этом участвовать. Почему это в Казанском университете нужно делать? Потому что у нас есть конкретные преимущества, они совершенно конкретные. Во-первых, мы прошли наши компетенции. Это месторожение «Гигант Ромашкинс», которое прошло все стадии от фонтанов до тяжелой нефти. Сегодня мы работаем, добываем битумы на этом месторождении. Огромное месторождение слабых углеводородов Бажен, Арктика, газогидраты у нас. В Татарстане созданы полигоны для испытания технологий добычи высоковязкой нефти. Вот есть проекты, вот видите, Донской с Менихановым подписывают вот этот контракт, договор о создании двух таких полигонов в Татарстане. Это по битумам и по сверхвязкой нефти, и по доманнику. Доманник – это аналог Бажена. Уникальная школа геологическая. Во-первых, это геологическая школа, которая осваивала Волгу-Ураль и Западную Сибирь. Вы знаете, что татары, я уж так условно называю, они Западную Сибирь начали осваивать. То есть отсюда летали все эти самолетами, то есть бригады наши работали там. И в принципе, это наши выпускники, это наша компетенция. Химическая школа – это родина органической химии. Математическая школа. Я вот внизу привел модели. Во-первых, одни из первых гидродинамических моделей месторождения были созданы в Казани. Вот в этом здании, вернее, в соседнем здании была огромная песчаная модель ромашкинского месторождения, начиная с 50-х годов. Я сам еще видел ее, я не такой старый, но видел эту модель. И там были скважины, это был песок, где пропитывали. Представляете, это было самое начало создания таких моделей, физического типа моделей. То есть это было все. Почему мы? Потому что у нас есть задел. Мы создали основу уникальной технологии нефтепереработки под землей. То есть мы используем катализаторы для нефтепереработки под землей. Вот в нефтедобыче произошло две революции. Первая революция – это когда пробовали гарнитальную скважину. Вертикальная скважина вскрывает пласт нефти, скажем, один метр. Гардентальная может раскрыть его, вскрыть 100 метров. То есть, понимаете? Теперь вторая революция – это гидроразрыв. Если площадь контакта скважины с нефтенасыщенным пластом ограничивалась площадью скважины, то после гидроразрыва эта площадь увеличивается тысячи, десятки тысяч раз. То есть площадь этого контакта увеличивается. Третья революция – это нефтепереработка под землей. То есть это использованные катализаторы. То, что мы делаем. Сегодня мы с Татнефтью делаем метод по методу САГДИ, создаем информационную инфраструктуру в месторождении. То есть на самом деле сегодня все делаем в информации. То есть как вы сможете управлять добычей? Вот нужно сначала создать информационную инфраструктуру, то есть разложить датчики, оптоковолоконные кабели. И эту информацию собирать в компьютер и узнавать, что же у вас происходит, как у вас идет добыча нефти, откуда что куда перетекает. И должна быть, конечно, математическая модель этого дела. Вот эту штуку мы сейчас делаем. И почему еще у нас? Потому что у нас уже есть реальные проекты именно по этому направлению. И в принципе мы не только в России, но и в мире лидеры по этому направлению, по направлению подземной переработки нефти и газа. Сегодня нет ни одного университета. Мы работаем со всеми лидерами, которые есть в мире. Мы с ними работаем. Это наши не конкуренты, это наши как бы партнеры. В области переработки нефти, в области нефтехимии. Значит, у нас вот есть работы, разработки, которые реальные уже, есть завод катализаторов. То есть в этом смысле у нас тоже наши компетенции совершенно, так сказать, очевидны. То есть во всем спектре от разведки до нефтепереработки нефтехимии у нас есть очень мощные компетенции. Мы хотим эти компетенции перенести в область нетрадиционных залежей углеводородов. Вот мы работаем по пяти направлениям. Это поиск и разведка, разработка технологий третьего поколения, катализаторов для всех процессов и, конечно, экологических рисков. Экология – это проблема номер один в этой проблеме, в этом направлении. И инновационное решение в области газохимии. Газохимия для России – это, я не знаю, это глоток свежего воздуха, что ли, да? Сегодня газохимия в России нет. Я так сказал, глоток свежего воздуха, потому что газ на самом деле, он не пахнет на самом деле, можно им подышать, но недолго, да? Ну, да, народ засыпает уже, я так чувствую, надо шутить иногда, да? Вот на самом деле мы гоним газ, причем жирный газ за рубеж, да? У нас, если бы мы этот газ гнали, скажем, не напрямую по северному потоку, через Питер, Германию, да? А гнали бы через, скажем, Сургут, Кунгур, там, Салават, Казань, Горький, Нижний Новгород, в смысле, и сюда, да? То мы получили бы новую нефтехимию, мы получили бы прибавочную стоимость, мы увеличили бы в десятки, а то и в сотни раз. Мы за копейки гоним газ северным потоком. Вот нужно просто повернуть это дело. То есть газохимия, весь мир работает на газохимии. То есть все синтезируют, как вот нанотехнология, да? А мы работаем на нафте. Мы разрушаем, синтезируем, у нас это энергоемка, в общем, масса проблем. Газохимия, это, ну, это я не буду рассказать, это все знают, да, на самом деле. Вот в чем революция, революция подземной нефтепереработки. То есть мы загоняем нечто под землю, которое, значит, разрывает молекулы, то есть каталитический крекинг происходит, да? Выделяется водород, который, значит, эти молекулы затыкает, чтобы они обратно не соединялись. То есть, это фактически вот этот ойл-рефайнинг под землю. Это сегодня вполне возможно. Вторая революция, которая вот дальняя, то есть вот мы берем ближнюю, сказать, революцию, это нефтепереработка под землей. Это повышение коэффициента нефтеотдачи там до 80% и выше, да? А вторая революция, это добыча метана из газогидратов. Вот видите точки, да, вот это те точки, где люди уже работают по метану. Сегодня Япония проводит такие исследования, Канада проводит, США, Индия проводит такие исследования. И через 20 лет метан будет таким газом, который будет, наверное, ну процентная, сказать, его роль в создании энергии для земли, наверное, будет гигантской совершенно. Я, вот, ну тут приведено, как это, вот газогидраты, какие они из себя, во что их превращают. Дальше, значит, мы ставим, качаем эту, делаем энергию там, батарейки там, аккумуляторы энергии и так далее, и так далее, да? Вот смотрите, возникает, что сегодня возникает такая необходимость распространения этого знания. И в принципе, потому что мы эти знания генерируем здесь, мы создали сеть международную, в которую входим, да? И мы сегодня можем являться основными поставщиками вот этих компетенций для всего мира, в особенности для стран-экспортеров нефти. Это вот наша задача. Значит, что мы делаем в рамках этой стратегической академической единицы? Мы создаем привлекательные образовательные программы, совершенно четко. Они все паспорты перечислены, это совершенно новые программы, большинство из них, значит, международные, то есть англоязычные. Это программы в основном. Мы создаем только одну, по сути, программу бакалавриата. Вот я потом по цифрам покажу. И создаем множество программ магистратуры, аспирантуры и дополнительного образования. Сегодня обучение в процессе всей жизни, оно становится нормой фактически, да? И вот я уже вам показывал центр, где мы проводим переобучение там нескольких сотен человек каждый год, да? В принципе, наш центр, мы в этом году уже планируем пройти переобучение порядка полутора тысяч человек. Вот буквально сегодня мы получили известие о том, что мы выиграли самую крупную в Россию президентскую, вот, грамм президентской программы переподобки ежедневных кадров. Вот сегодня было открытие, значит, ну, вернее, сегодня было объявлено о победителях. Вот у нас самая крупная в России программа. Это программа в области, значит, поисков, разведки, добычи, нефтепереработки. Самая большая программа в России. Значит, в общей сложности мы планируем полторы тысячи человек в этом году обучить по этим программам. То есть, здесь получаются совершенно другие принципы обучения, потому что мы работаем, мы даем сведения из лаборатории, из сети лабораторий, из сети полигонов, онлайн. Вот если сегодня зайти на сайт Казанского университета, то можно увидеть, что мы по четырем программам проводим дополнительное образование. У нас люди, порядка двухсот человек, но это пока небольшая цифра, учатся, полностью обучаются онлайн, значит, получают новый диплом, так сказать, второй диплом обученного образования онлайн. Они приезжают там раз в год, там два раза в год. И здесь же у нас такая система существует, я тебе покажу. Мы не увеличим количество бакалавров, да, мы увеличим количество магистров, потому что мы хотим, чтобы к нам пришли студенты физики, химики, математики. То есть, и мы создали такую систему индивидуального траектория магистра, которая, проходя по нашему бакалавриату, в течение года физик превращается в геофизика или физик превращается в модельера залежей. И что еще нового в нашей программе, это создание международной площадки консорциумов нового типа. То есть, это некие международные университеты домообразования. Не буду увлекаться. Структура соеда сразу же простая. Здесь мы включаем все высокотехнологичные институты и лаборатории, и междисциплинарные центры университета. Из таких новаций, которые мы делаем, это центр консалтинга и аутсорсинга. Я говорил уже, что к 2020 году мы собираемся создать четыре крупных малых предприятия, которые создадут сотни рабочих мест для наших магистров, выпускников. Это высокотехнологичные рабочие места, и бюджет этих предприятий, я думаю, будет не меньше, чем полтора миллиарда рублей. Площадки для обмена опытом лучших практик, центр создания образовательных программ, и, конечно, сетевые образовательные центры с нашими партнерами. Это 26 университетов и 12 партнеров среди добывающих компаний. Очень мощный центр дополнительного образования, который сегодня уже существует, мы его будем развивать. 3D-геоцентр, вы уже видели здесь, так. Я расскажу о некоторых показателях эффективности. Во-первых, это совершенно междисциплинарная программа, которая будет тащить и компетенции в области chemical engineering, environmental science, ocean marine science, chemistry, physical science, engineering technology. То есть целый комплекс таких вот направлений будет тащить это САЕ. Количество публикаций будет увеличиваться в таком виде, значит, примерно так. Я покажу просто быстренький график. Цитируемость мы достигаем выше намного, чем среднее по университету. И объем доходов. Неокр. И мы планируем очень большой объем доходов получить в области образования. То есть, так, я графики показал, все уже, да? Графики показал, да, по деньгам наш показал. И, конечно, в небюджетное финансирование. То есть мы хотели бы выйти, планируем выйти, вот даже с учетом этих малых предприятий, примерно на 75-78% в небюджетное финансирование. Я думаю, что это вполне реально в этой области. Это вполне реально. И вот в конце реализации проекта до 2020 года мы получаем совершенно конкретные структуры, совершенно конкретные изменения, структурные изменения в университете. Во-первых, это создание глобальной образовательной сети в этой области. Опытно-технологической базы и компетенции во всех этих пяти областях, о которых я говорил. То есть это привлечение мотивированных талантов, привлечение партнеров и талантов. Дополнительное внебюджетное финансирование – это ресурсы. И создаем пул высокотехнологичных предприятий – это мотивация талантов. То есть люди будут отсюда выходить и говорить, что он знает, где будет он работать. То есть если сегодня компания не может создать ему рабочее место, то в принципе мы сами его создадим. Мы создадим этот новый сервис. Вот, например, сервис в области информационной инфраструктуры – это совершенно новый сервис. На Западе он появляется уже в больших компаниях. В России этого сервиса вообще нет, он отсутствует. Это огромная мотивация для людей, которые будут заканчивать университет и знать, что он пойдет работать туда и будет получать совершенно достойную зарплату. И самое главное – создание процесса ориентированной системы управления организационной структуры этого междисциплинарного САЭ, которая позволит этой академической единице находиться в топ-5, по крайней мере, ближайшие там, я не знаю, там, 2-15-20 лет, пока мы не потеряем, может быть, всегда или найдем другие компетенции, которые станут первыми в мире. Ну вот, некие такие цифровые показатели. С 2015 года, значит, по публикации до 21%, 15%, в 2015 году до 20%. То есть это очень существенная часть публикаций всего университета. Web of Science до 26%. В принципе, вот видите, сегодня 26% и в 2020 году 26% будет, практически одинаково. Да, но на самом деле все растут, и, естественно, в этом огромном университете можно поверить, потому что сегодня уже мы составляем 26%. Численность иностранных студентов тоже не очень сильно увеличится, но в абсолютном выражении она увеличится колоссально. И вклад в финансы. Он как бы в процентах уменьшится, но в абсолютном изложении он увеличится очень сильно. Вот я хотел вернуться. Так, где-то у меня были графики по студентам. Не было, да? Что-то их потеряли, графики по студентам. Я хотел показать, что, в принципе, мы сохраним бакалавриат. Вот сегодня у нас бакалавр в учате 1150 человек. В 2020 году будет 1200 бакалавров. То есть это наша политика. Это, во-первых, кто? Государство нам не дает бюджетные места. Приглашать иностранцев на бакалавриат в Россию достаточно, так сказать, нереально. И мы будем увеличивать количество магистров и аспирантов. То есть общее количество студентов будет. То есть количество магистрантов и аспирантов будет 1400. То есть их будет больше, по сути, чем бакалавров. О механизме финансирования я тоже рассказывал. Мы этот механизм используем сегодня. То есть мы приглашаем магистров и аспирантов не просто обучаться, а это люди, которые реально работают в реальных проектах. Это самый лучший способ обучить людей реальному делу. И при этом они зарабатывают деньги, оплачивают свое обучение. Финансовая модель есть. Для чего нам нужны деньги? Вот для этого САЭД. Скажут, да, у вас все хорошо, там денег надо. В принципе. Деньги нужны совершенно по определенной причине. Вот сегодня в России ситуация такова. В связи с падением стоимости нефти, огромное количество увольнений в крупнейших сервисных компаниях и представительствах нефтяных компаний. Ну и нефтяные компании у нас как бы имеют небольшие представительства, кроме «Шелл» у нас в России практически ничего не работает. С «Алымпетрорием» он сокращается мало. Это единственная компания, которую «Газпромнефть и Шелл» создал. Все остальные компании, они просто держат офисы. Но эти офисы держат наготове, потому что сегодня Россия стала очень дешевая. И всем, так сказать, это такой сладкий кусок таких месторождений, залежей, которые вот даже нераспределенный фонд, скажем, Западной Сибири на территории Бажена, это вообще сумасшедшие, так сказать, деньги. И компании нефтяные, конечно, западные, они ждут, когда их запустят сюда. Но сокращение в сервисных компаниях сегодня происходит огромное. И вот в этом году и на следующий год мы хотим принять около сотни высококоволюционных специалистов, примерно половина из них, даже больше, может быть, половины из них, люди, которые заканчивали западные университеты, или плюс заканчивали западные университеты. То есть это приглашение специалистов. Второе направление – это переобучение, переподготовка наших молодых людей. То есть это мобильность. Это мобильность магистров, мобильность аспирантов, мобильность молодых ученых. Вот, в принципе, в общих деталях, сказать, я рассказал все. – Да, уважаемые коллеги, есть вопросы, пожалуйста. У нас еще есть потом два доклада, да, пожалуйста. – Ну, вы в конце частично ответили на мой вопрос, но все-таки он у меня остался. То есть вы рассказываете о проекте, который… Ну, главный ваш пафос – то, что он очень коммерчески выгоден и востребован. – Но сегодня его нужно масштабировать. Мы не можем его масштабировать сегодня. Вот масштабирование проекта требует достаточно больших вливаний сегодня. – Почему эти вливания не могут сделать нефтяные компании, которые все очень интересуются вашим проектом? – Вы знаете, это вот как сам себя за хвост схватил, да, вот бегаешь. И вот, знаете, чтобы получить большие проекты… Вы знаете, как работает MIT, например, да? MIT приглашает там 5000 выдающихся аспирантов, магистров, 5000 преподавателей и берет огромные проекты на выполнение всех участников. Та же проблема сегодня у нас. Сегодня у нас, вы видели, у нас не так много людей. Вот штат у нас не очень большой, там, скажем, где-то реально у нас в проекте сегодня работает где-то около 250 человек. Вот необходимость, вот выйти, чтобы на этот финансовый уровень, мне нужно 500 человек, чтобы работать в этом проекте. У нас есть помещения, есть перспективы, значит, ремонта помещений. Вот я учел все эти, так сказать, инфраструктурные изменения, в принципе. Но чтобы получить большие проекты, вот сегодня мы ведем аутсорсинг 12 там малых компаний, да? Чтобы ввести аутсорсинг там, скажем, 30, мне нужно еще где-то 40-50 человек. И причем из них 10-15 человек даже по этому направлению. Это должны быть специалисты хорошего класса, уровня. Но это потом окупится, да? Как только вы получите эти большие заказы. То есть вы можете взять у совета кредит, условно говоря. Оно его хватит. Понимаете, наша задача не зарабатывать денег, в принципе. Вот напрямую, скажем, да, вот я говорю, да? То есть мы хотим выйти на процент вне бюджета где-то 75-78 процентов, вот мы считаем, да? К 2020 году, если вот все это будет вот так. Если мы получим эти кадры, этих людей, мы их трудоустроим, мы получим эти проекты, то где-то 75-78 процентов в 2020 году это будет не бюджет. Это здорово. Я, например, не рассчитываю, что бюджетные мы получим какие-то деньги, новые вливания, скажем, да? Да, учитывая то, что там кризис, там, я не знаю, так сказать, да? Вот. Это мы выполним. Но чтобы это сделать сегодня, мне нужны эти люди. Я не могу пойти сейчас и запросить. Вот сегодня заказов очень много, я не могу их сделать. Вот у меня сегодня люди работают уже, вот мы сдаем проекты каждый день практически сдаем. Да, вот сегодня мне есть партнер звонили. В 18 числа мы сдаем проект. Мы вчера сдавали проект. В понедельник будем сдавать проект. Уже как бы... Нет, но вопрос был достаточно конкретный. То есть предполагается ли возврат этих денег, то ответ, если однозначно, то да. Нет, возврат предполагается по самим проектам. Потому что если разговор идет о масштабировании, значит, мы должны, чтобы компании в большей степени поверили, если этот разговор состоялся два года назад или год назад, вообще разговора бы не было. То есть, во-первых, и оснащение, и сегодня обучение этих людей. То есть обе стороны должны понять, что эти проекты реальны. С другой стороны, у нас есть и фундаментальные разработки, которые, в принципе, сегодня компании не готовы финансировать. Это в основном концентрация этих разработок в кампусе химического института, который мы с вами посещали до того, чтобы прийти сюда. У нас в паспорте стратегические единицы, там по годам расписано, сколько нам нужно на первый год, на второй год, и как будет идти софинансирование со стороны компании. То есть там же условия были стратегических единиц, так чтобы там первый год, я условно говорю, определенный процент, второй год еще дополнительный процент. То есть рано или поздно этот проект, он должен пойти на самофинансирование. Потом процесс обучения, то, что Данис Карлович говорил, по аспирантуре, понятно, что контрольных цифр приема на такой нет. Нет, отсутствует. Отсутствует. То есть мы сами, по сути, формируем рынок для собственных исследований. Вот, если уж. Для этого нужны деньги. Любой продукт выводить на рынок, нужно вначале вложиться. Вот о чем, как бы, если проводить... Если вот мы не будем заниматься, я сразу сказал, у нас два проекта, скажем. Один, вот, близко, так сказать, срочный такой проект, вот, поздневная переработка, в течение, скажем, 10 лет мы его выполним, и будем, скажем, в течение 3-4 лет мы будем топ в этой области. И все эти студенты, о которых я говорю, они придут к нам. Они придут к нам, сейчас из них будут платить свои деньги, сейчас будут зарабатывать деньги. Но другой проект, который дальше, мы им должны заниматься на фундаментальном уровне. Это проект газогидратов, который мы должны делать. На этот проект нужны государственные деньги. Там все расписано, мы же получим гранты еще, кроме тех денег, которые вот есть. У нас достаточно большая сумма будет на гранты. Сегодня эти гранты будут давать не только Россия, но и западные компании тоже будут эти гранты давать, потому что газогидратами. И потом, я не сказал о такой вещи, что в области глобальной энергии происходит некие странные вещи, на самом деле. Вот сегодня, поймал себя на мысль, сегодня, вот в этом году поймал себя на мысль на том, что компания, которая имела секреты, вот Шелдер, например, компания, она пришла и говорит, «Ребята, вот у нас есть такая технология, давайте взять ее в России». Это закрытые технологии были. То есть сегодня мир начинает понимать, что если мы закрываться будем в этой области, то ничего нехорошего не будет. Вот даже в паспорте у меня есть такая штука, написано «киллер патентов». Я не помню, кто нам читал лексу на этом, а, нет, этот Павел читал, Лукша. И есть такая вещь, вот патенты, да, сегодня Китай сделал прецедент, что патентов, он загубил патенты, как бы, да, он плюет на эти патенты, он все, что угодно делает, все, что угодно у себя производит, и даже нам их хотелось продавать, мы даже покупаем вещи, которые Шлемберже делала, Китай их переделал, и мы их покупаем сегодня, даже есть такие вещи, даже вот в геофизике. То есть есть прецедент, и вполне возможно, что в области глобальной энергии можно создать такой сайт, который мы называем «киллер патентов». Мы сейчас делаем его, да, то есть если у вас есть идея, вы можете ее там описать, и вы будете владеть, да, то есть это идея, но никто вам за нее платить не будет. Данис Карлович, спасибо. Я вижу одну тактическую проблему. Давайте. Она очень серьезная. Как то, что вы рассказывали 30 минут, уложить в 3? Ну вот думаем, у вас еще есть. Нет, это не шутка. У вас, я говорил ректору, и мы говорили в зале ученого совета, на все 5 будет 10 минут. То есть я 2 минуты, 3 я слишком роскошно себя веду. А у вас 4, да, значит 3. Хорошо, 3. Это очень большая задача. Понятно, что нужно на уровне слайдов передать этот смысл, то, что все будут все читать внимательно, но надо решить как-то вам творчески подумать с вашими коллегами, как не просвещать, да, а как сформулировать. Я, кстати, тоже из доклада не понял, даже будучи у вас второй раз. И сегодня спасибо вам за такое разъяснение. Мне любопытно самому как человеку, но сейчас дело не в моем любопытстве. То есть почему вам нужно увеличиваться в количестве студентов и в количестве научных сотрудников и преподавателей, потому что, допустим, в вашей области очень важная и надо расти, или именно такое увеличение позволит вам решить какую-то научно-технологическую задачу и выйти в какое-то новое пространство. Вот из доклада это впрямую не следовало, поэтому Андрея Валерьевича вопросы. Я вам об этом говорил, потому что вот мы сейчас занимаемся… Подождите, подождите, смотрите, это у нас коммуникативная ситуация, мы же договорились откровенно. Если я два раза не понял, вы сейчас мне третий раз расскажете, но это либо со мной что-то плохо, либо в информации, да, это упущение есть. Надо сжато, это очень важный вариант, видите. Значит, в предыдущей дискуссии… А вы были в дискуссии, когда мы с Андреем Павловичем обсуждали? Нет. Вот в том замечательном зале, танцевальном, бальном, или как там правильно. Значит, очень важно… Вы же ведете большой блок исследовательских работ. Очень важно показать на одном слайде ваше место, допустим, в похожих исследованиях в Российской Федерации, если вы не единственные. Если вы единственные, тем лучше для вас. Если вы не единственные, сопоставить себя с другим. Что делают другие? И в мире. Кто что делает и какое место вы там занимаете с вашим пакетом исследовательских задач и направлений. Лучше всего это изобразить графически, не рассказывать словами. Нарисовать такую оперативную карту науки. Если будет вопрос, очень хорошо, вы разовьете свою тему и поясните. Значит, не хватает какого-то слайда, хотя вы устно сказали про тактико-технические данные. Грубо говоря, было столько студентов, столько преподавателей, столько исследователей, столько такой бюджет. А надо столько преподавателей, столько студентов, столько… И такой бюджет. И сразу станет ясно масштаб ожидаемых инвестиций, либо они будут привлечены в программы, либо от компаний. Тогда будет видно на таком простом сопоставлении, как нам двигаться. Ну вот первую задачку, самая сложная решить. Потому что у вас очень богатый материал, очень интересные проблемы. Что мне очень нравится, что очень хорошо у вас. Вот даже Андрею Павловичу это надо додумать, что вокруг какой проблемы, есть такой термин – мировые проблемы, есть общественно значимые проблемы. Мировые проблемы лучше. Фокусируется та или иная направление тематики. Это очень выгодный у вас момент, это очень хорошо, но вот остальные вещи надо с ними творчески очень переработать. Потому что очень жалко чем-то пожертвовать. Придется пожертвовать 80% данных и сведения. А смысл донести? Да, понимаю. Это примерно так же трудно, как решить вашу техническую задачу, извлечь нефть, которую вы хотите. Спасибо. Пожалуйста, комментарии. Андрей Валерьевич, все. У меня короткий комментарий, вернее, полтора. По поводу сокращения слайдов, вот из первой части про мировую ситуацию, мне больше всего понравился слайд, где вот этот прямоугольник опускается вниз. Мне кажется, он понятный, что надо уменьшить стоимость этих технологий, это вот такая задача стоит. Мне кажется, что хорошо бы еще подчеркнуть важность вашего, как единицы вашей, для университета в целом. Вот коллега ваш говорил, что да, мы делаем, вот у нас лаборатория, мы делаем что-то для геологов, но мы еще что-то делаем для биологов, чтобы было понятно, что это не изолированное какое-то место в университете, а что ваше развитие помогает и каким-то смежным областям, что вы делаете что-то для других, и это тоже подтолкнет весь университет в целом, не только вашу единицу. Валерий Смор, мы наоборот предполагали, что вот эти направления приоритетные, может быть мы ошибались, являются драйверами, которые в себя впитывают, наоборот, все другие предметные области, то есть все другие делают для него, а он как бы ставит задачу и дает финансы для реализации программы. И вот если мы первые две сравнить, то то, что Киасов докладывал, как бы это общественно значимый такой проект, все, что связано с жизнью людей, то здесь по сути это как бизнес-проект, работающий непосредственно на отрасль, и который надежды ставит в университет, будет зарабатывать и подкармливать как бы все другие структуры. Сейчас, буквально секунду, прошу прощения, Андро, но там есть очень хороший момент, вы его не упускаете, потому что если мы говорим слово «нефть», у всех один тип ассоциаций, вы на нас заработаете. А когда вы говорите об экологической проблематике, а там она очень большая, это очень существенная вещь. И потом, отвечая, может быть, Андрей Евгеньевич, вам, мы же специально сегодня о расширенном варианте, это на самом деле очень тяжело потом все будет это укомплектовать. Значит, мы постараемся не повторить ошибку Томска, где мы как бы это, да, когда мы совсем укомплектовываем формат, да, у нас теряется смысл, поэтому мы просили, чтобы вот вы приехали и нашли возможность выслушать все, что мы говорим, да. Вы предполагаете, что я теперь вместо сделаю доклад членам Совета. Андрей Валерьевич, у нас был экспертом в прошлый раз, я думаю, раз он приехал. Мы его больше не пустим, нет, не пустим, да, у нас попут. Ну а как так, надо пускать тех, кто был? Больше знает уже, совсем все знает уже. Это же как бы нужно посмотреть, приехать. Нет, мы шутим, но в этой шутке есть очень серьезный момент. Я уже говорил, и третий раз повторю, это требует очень высокого искусства и такого самоограничения, когда вы будете готовить на английском языке те ключевые слайды, чтобы, читая их, я не о чем-то думал, а о том, что там написано. То есть каждый слайд должен быть захватывать воображение. Вот я бы так сформулировал. Потому что информации, еще раз, пять единиц, двадцать университетов, сто единиц прочитать. Тяжелая задача, но мы постараемся. То есть, ваше должно читаться как бестселлер. Хорошо. Пожалуйста, у вас вопросы. Да. Я не совсем понимаю, если здесь это, есть желание расширить, добавить больше магистров, больше студентов. Можно это делать из-за того, что таким образом вы можете делать больше денег, или вы будете охватывать больше территории? То есть, если первое, тогда это просто бизнес-проект. Если второе, тогда это уже как бы добавляет и к научной репутации университета. То есть, здесь я просто хочу понимать, до такой степени, когда вы собираетесь добавить людей, вы собираетесь одновременно расширить как бы область вашей работы. И до такой степени это возможно. Потому что вы сказали, это надо мастурбировать, это значит просто расширить и добавить. Но это не значит добавить какие-то новые области обязательно. Естественно, конечно, это регионы. Геология или нефть это разные регионы. Вот сегодня у нас есть студенты из Южной Америки, из Индии, из Турции, из Казахстана. Желающих с каждым годом из этих регионов все больше и больше. То есть, я бы хотел, например, очень много пригласить студентов из Колумбии, Венесуэлы. Но я не могу этого сделать, потому что у меня абсолютно правильно говорить, что, скажем, мне хочется масштабировать его и, так сказать, пространство. Но научность что даст вам научно? Геология такая, это наука такая, не то, что фундаментально. Да тут каждый вот камень, он разный. Понимаете? Каждое месторождение, оно разное. И я, например, сегодня не уверен, если то, что работает Татарстань, а работает ли это в Венесуэле. Вот в этом году мы в Колумбии еще одно месторожение поджигаем, совместно Кситерен компаний, французский институт нефти, мы в этом проекте участвуем. Мы запускаем этот проект. И если он там пойдет, то огромный мне... Они сюда уже пойдут в французский институт нефти. Мне хочется, чтобы они ко мне пришли. Понимаете? И только добившись того, что скажем, из Венесуэла у меня будет 100 студентов учиться, из Ирана будет 100 студентов учиться. Тогда мы добьемся. А так, пять человек приедет, остальные 150 поедут в французский институт нефти. Мне это не устраивает. Понимаете? Мне нужно, чтобы эти люди рассказывали о Казанском университете, а они не в французском институте нефти. Понимаете? В этом смысле мне нужно просто увеличить его. А чтобы... И потом, первый смысл увеличения. Я понял. Мне нужен вот этот момент, надо его расписать. Да, надо объяснить, что это именно вот это расширение вам дает. То, что мы с Андреем Евгеньевичем уже говорили, что чтобы выйти на технологию, мне не хватает вот этих пятерых химиков и восьмерых геологов. Понимаете? Мало. Мне нужно создать, скажем, вот там у меня расписано, что мы создаем. Вот мы создаем структуру, скажем, структуру по работе с полигонами. Вот у меня, у нас есть сегодня три полигона, на которых мне нужно работать. Мне на них на всех надо работать. Сегодня полигон мне не дает деньги. Он говорит, давайте ваши технологии попробуем, вот вы дайте мне. Я говорю, давайте образцы. Они дают мне образцы на анализы, скажем, а вот провести эксперимент и выйти на технологию на этом полигоне. Мне нужны люди и деньги, заплата нужна. Материалы нужны, чтобы я должен масштабировать эту технологию. Сегодня мы изучили математику, физику этого процесса, создаем модели, завершаем. Мне нужно этот процесс масштабировать на месторождениях, в странах, в людях, в магистрах, аспирантах. Вот этот момент мне нужно... Потому что чем больше этих людей будет, вот если, скажем, вот в этом году мы обучили, в этом прошлом году, вернее, мы обучили 20 человек с Ирака. Им понравилось, уехали. Но 20 это не цифра, нужно 2000. Уехали. Уехали. Субтитры создавал DimaTorzok